МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из самых мощных предприятий агропромышленного комплекса Пинщины открытое акционерное общество Парахонское сегодня производит столько сельскохозяйственной продукции, как, например, небольшой район. Парахонская земля кормит не только несколько тысяч живущих на ней людей. Доля производимой предприятия молочной и мясной продукции составляет не менее 20%. И от того, как сработает коллектив в эту уборочную компанию, во многом будет зависеть благосостояние жителей всего региона. И парахонцы не подведут. Задачи перед собой они ставят амбициозные и поистине государственные важности. Мы планируем полностью себя обеспечить зерном, потому что, видя, какая обстановка в мире складывается, мы приблизительно около 5000 тонн зерна закупали кормового. И вот, смотря на эту обстановку, мы в этом году предприняли все меры, чтобы было достойное зерно. Вспомнили старые методы агротехники. А это значит полное соблюдение технологий, продуманные риски и поставленное во главу угла экономика. Провели некоторый комплекс мероприятий, который позволил нам в этом году иметь более-менее урожай. Я так планирую, где-то процентов на 15 мы увеличим, а это порядка 2000 тонн. Некоторые хозяйства только не молотят. Это нам позволит полностью закрыть животноводство по кормам, но иметь свои семена. И это при том, что у некоторых хозяйств такое количество не выходит и на круг. Конечно, масштабы и объемы Парахонского впечатляют. Производство крупнейшего в районе хозяйства, поставленное на индустриальную основу, стабильно работает, развивается и движется вперед. Успехи этого – непростого во многих отношениях года, результат накопленного за последние годы огромного потенциала, продуманной аграрной политики и использования новейших технологий и новейшей техники. И, безусловно, профессионализма людей, которые отдают своему родному хозяйству силы и знания, душу и сердце. Нам удалось раскустить вот эти все посевы ранней весной. Значит, мы, невзирая на сроки, которые кто-то регламентирует, на этой земле мы уже работаем 30 лет. Мы знаем, когда посеять, когда убрать. Парахонская земля диктует и свои условия, но парахонцы говорят с ней на одном языке. Тут болото, тут не глина. Вот как бы мы ни крутились, ни вертелись, но мы раньше 11, вы сами видите, не начинаем убирать, потому что влажное зерно. И позже 8 уже не молотим, потому что будут существенные потери. Особенно вот эти густовские туманы нам серьезно мешают в этом вопросе. Поэтому каждый погожий день, каждый погожий час стараемся работать плодотворно. Мы ввели в этом году культуру ячмень, а зимы. Для нас это не ново. Мы и 20 лет назад с ним работали, но существующие сорта тех времен, они слабо выживали в условиях зимних. Вот несколько сортов нашли, которые в наших болотных условиях дают нормальный урожай. Во главу угла в Парахонском поставлено производство молока и мяса говядины. Поэтому вся технологическая цепочка выстроена на высокий результат, который сегодня один из самых высоких, и не только на Брещене. Основная задача обеспечить животноводство кормами. Кормами, грубыми. Сенаж, кукуруза. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что первая декада уборочной 2022-го вселяет уверенность в успехе. Об этом свидетельствует уверенный старт, который взяли пароходцы с первых дней страды. У нас всего сельхозугодий почти 20 тысяч, без малого. Распахано 13 тысяч гектаров. Сейчас вот идет уборка зерновых. План уборки 4200 гектаров. Кое-какие мы уже убрали зерно. Убираем семенники трав. У нас намолошено уже 340 тонн семян трав. Это валовый сбор. Урожайность где-то составляет 6,6 центнеров. И это еще не все, что успели сделать пароходцы. Убрали мы азимый ячмень. Азимый ячмень у нас дал 53 центнера. Рож сейчас немножко убрали. Она дает где-то до 59 пока. А там будем смотреть, потому что еще половина больше не убрана. Сейчас убираем третикали в основном. Тоже есть и 55 урожайность, и 45. Ну, в среднем где-то 47-48 пока сейчас идет. Началась уборка азимого рапса. На подходе уборка яровых. Все это свидетельствует о поистине масштабной и многогранной работе в растении и водстве, в котором хозяйство всегда было сильно. Хлеба в этом году намного лучше созрели. Все технологии мы соблюдали. Сначала подготовки почвы, подготовки семян, протравливание, химпрополки, защита от болезней, сорняков, от вредителей. Подкормки. Все сделали вроде бы старались сроки. Как и в любом другом хозяйстве, корректировки в прогнозы вносит погода. И отсутствие дождей, и бури, которые положили налитое спелостью зерно. И пусть это и скорректировало виды на урожай, но не столь значимо. Слишком прочным оказался задел, потому что в Парахонском грамотно, взвешенно и продуманно подошли к главному итогу года. На торфяниках 50 центнеров получить при бальности 30 баллов, это тоже цифры говорят о себе. Поэтому более 150-60 килограмм на баллогектар – это довольно серьезный урожай. В этом году все равно у нас урожай намного будет больше. Вал. И качество зерна хорошее, отличное. На полеглых хлебах ставим стеблеподъемники, для того, чтобы все подобрать. Вот как ехали, агроном рассказывал, что положило, значит, 50%. Ну, не спеша, со стеблеподъемниками, все, что полегло, все поднять. Вот так отвечают труженики Парахонского всем непогодам и катаклизмам, которые могут повлиять на общий результат крестьянского труда. И это при том, что к обмолоту самых лучших площадей здесь только подступаются. В прошлом году у нас была урожайность около 36 центнеров, но сейчас пока движемся к 50. Вал будет больше, тысячи на две, может, и больше. Валовый сбор в прошлом году по обмарному весу вышло где-то 15 600. На молоченном было 17 где-то. А сколько в этом году? Ну, я думаю, 1019 будет. Добротный, грамотный задел окупился старицей. И земля, сдобренная и ухоженная, откликается урожаем. В этом году мы приобрели комбайн для кукурузы. Вот они сейчас поле лицо убирают. На счету каждый колосок. И это тоже по-парохонски. Максимально сберечь все, выращенное с таким трудом и таким материальным вложением. Ну и качество уборки. Тут вопрос. Каждый лишний километр в час – это тонна зерна, потерянная сзади комбайна. Лобцы ходят, как черепахи. Я говорю, чем медленнее идешь, тем здоровее организм. И дальше дойдешь. Уборочные инженера, механизаторы технику подготовили. Все хорошо. Комбайны практически работают без поломок. Все перебрано у нас. Никто не спешит. Мы же не боремся за урожай. Мы убираем урожай. И задача всех, вы посмотрите, они не идут там быстро. Никто не спешит потихонечку, чтобы все зерно попало в бункер. Потому что, как это, говорят, быстрее идут больше в бункер. Нет, быстрее в зад идет. Эти по-особому значимые и важные, с глубоким смыслом слова. В Парахонском можно услышать от каждого, кто сегодня сидит за шторвалом комбайна. Или держит руку на пульсе ритма страды. Мы не боремся за урожай. Мы просто его убираем. И в этом великая крестьянская мудрость и прозорливость. Технику подготовили, слава богу, нормально. Были определенные трудности. Но он сильно помог. Ну и мы, ребята, поработали. Дело руководителя обеспечит деньгами. А их нужно русло положить. У нас не борьба. Мы работаем, значит, как и работали. Спокойно, никуда. Надо, чтобы все попало. А то посеять и оставить на поле. Смысл. 6% мы убираем в день, если все хорошо. На сегодня убрано 34% на сегодняшнее утро. Все зависит от небесной канцелярии. Инженеры и механизаторы позаботились о том, чтобы в самые напряженные дни уборки техника не подводила людей. В Парахонске всех всяких насчитывается на сегодня 25 зерноуборочных комбайнов, 23 производства ОМСельмаш, один зерноуборочный комбайн Ростельмаш и один импортный. Взяли в конце прошлого года Джундир. Попробовать кукурузу на зерно понравилось. Было интересно, как в этом году он покажет себя на зерновых. Ну, никаких вопросов по поводу… Есть смысл. И сегодня этот мощный отряд механизаторов работает на бескрайних полях открытого акционерного общества. Где-то за три месяца мы начали закупать запасные части. Не все так гладко было. Без этой самой проблем не бывает. Есть, конечно, вопросы. Ну, собрали, все нормально. Есть немножко запас запасных частей, что выходит из строя чаще, чем обычно. Ну, как бы нормально. Чтобы только погода не испортилась. А так все будет нормально. Пять звеньев работает. Значит, в каждом звене по пять зерноуборочных комбайнов. Плюс возле каждого звена дежурит пожарная дружина, чтобы, если не дай, вовремя среагировать и потушить. Ну, и, конечно, каждый зерноуборочный комбайн укомплектован. Огнетушители, кошмар. Ну, все, что необходимо. Именно это заботу о тружениках хозяйства можно поставить во главу угла в коллективе Парахонского. За цифрами и показателями всегда стоит человек. И для него делается все возможное. От создания оптимально комфортных условий труда до морального и материального стимулирования. Есть коллектив, который нацелен на результат. Поэтому некоторые задумки мои, а в основном и в целом, это молодежь, которая стоит за плечами, меня двигает вперед. Ну, и я хочу сказать, специалисты главные, ну, у них есть желание работать. Желание работать и продуктивно. Потому что просто по-другому нет возможностей. Ну, и уровень зарплаты тоже к этому обязывает. Наверное, ни одно предприятие два раза в год не повышает заработную плату. Вот мы в мае подняли на 10%. И планирую вот с 1 августа тоже поднять на 10%. Почему? Потому что есть, как говорится, результат. Хочется, чтобы и люди тоже именно вот такие вот дни заработали. Ну, а те методы стимулирования, которые у нас есть, они тоже их к этому обязывают. Я, ну, принял решение каждому водителю и комбайнеру закупить рации, чтобы они могли четко, быстро ориентироваться, даже в условиях каких-то определенных ЧП, чтобы весь коллектив, который здесь, слышал, что надо кому-то помогать. Рацию будет иметь и директор, и главный агроном, и начальники участка, водители и комбайнеры, которые обеспечат определенную оперативность. Люди настроены, значит, работать, чтобы каждый зарабатывал. Стараемся для того, чтобы эти условия, чтобы люди смогли заработать. Ну, работаю, как и все работают. Ну, стараемся, чтобы ничего не осталось на поле, ничего не осталось на земле. Качественно убираем хлеб. А сколько ты успеваешь за день делать? Ну, зависит от поля, от урожайности. Вот. Ну, в среднем, ну, 50 тонн выходит за день. Где-то больше, где-то меньше, где-то погода не позволяет. Ну, вот как-то вот так. А какой настрой, как раз, скажем? Ну, по-боевому, конечно же. Два раза в день кормят, обеды и ужины. Техника, даже если что-то поломается, не успеешь позвонить, и не сразу, скажем, вечером позвонил, что вот надо на утро. Если нет на складе, час-два в город съездила инженерная служба, все привезли, то есть, ну, запчасти нам приезжают, вовремя поступают, все только вот. Все условия только работай, зарабатывай. Нас в этом не ограничивает ничем. Здесь живут влюбленные в свою землю люди, которые слышат ее дыхание и знают ее потребности. А потому и отношение к ней, к кормилице, у них особое. Как истинная хозяева земли, с полным правом они могут рассчитывать, что вознаградит она за любовь и заботу отменным урожаем. Получается убирать до полутора тысячи тонн в день. Ну, порядка 20 тысяч, я думаю, мы намолотим. Значит, 10 дней. 10 дней. Тем более, ну, 10 дней это зерно. Затем идут бобы. Вот вы видите подсолнух. Хлеб это, ну, золото наше. Но если без хлеба будем, как мы будем зимовать? То есть, ну, и скотине нужно кушать, и нам что-то нужно кушать. И булочки, и пирожки. То есть, ну, хлеб это наше все, наверное. Если погода нам не помешает, то мы за две недели все уберем. И дай бог, чтобы намолотили больше. И с каждым годом мы намолачивали все больше и больше. Потому как, ну, чем больше намолотим, тем будет лучше для нас. И для хозяйства вообще в целом. И для всех, наверное, будет лучше. Как бы это сказывается и на зарплате, и на... Вообще и в соревнованиях больше намолотишь. Первые места дают премии. И как-то вот так. Уборочная страда 2022 только набирает обороты. Но аграрии готовы выходить в поля. До тех пор, пока в прямом и переносном смысле в бункера не попадет последнее зернышко нового урожая. При хорошем раскладе недели две, не меньше. Ну, это мы говорим про зерновые. Потому что кроме этого еще будет и гречка, будет и соя. Бобы, значит. Кукуруза на зерно. Короче, мы будем работать комбайнами до белых мух. Грамотный, мудрый хозяйственник, человек государственный, Хроленко никогда не бросает слов на ветер. Владимир Федорович глубоко убежден, что именно от аграриев, в том числе от него самого и коллектива Парахонского, зависит благосостояние народа. Около 34% убрали. Намолотили более 7 тысяч тонн. Урожайность за 50. Если так будет и дальше. А я думаю, что мы хлеба еще будем убирать такие же по такой урожайности. Почему? Потому что худшие убирали. Где-то подгоревшие, где-то подсушившие. Поэтому, ну, до 20 тысяч. Не будем прогнозировать, добавим 15%. Это где-то 17 тысяч. Гарантированно урожай будет. Я по земле люблю ходить и реальные дела творить. Будем и с хлебом, будем и с молоком, и с мясом. И с песнями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова